Привет, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров, и вновь мы приветствуем вас в магазине Сквод. И опять мы продолжаем нашу тему ностальгических вечеров. В этот раз мы не будем углубляться так далеко в 90-е, пугать вас с прошлым веком. Кстати, прикольно, да? Можно посмотреть на кроссовки, которые как раз были популярны в 90-х годах, и сказать «Да это же прошлый век!» Про кроссовки, про которые мы будем говорить сегодня, так сказать уже нельзя. Поэтому не переключайте ваши YouTube-каналы. Сегодня ретро-кроссовки «Сирка». Бренд «Сирка» берет свое начало в 1999 году. Что самое смешное, был уже ряд брендов, про которые я рассказывал, и упоминал там двух таких грандов скейтбординга. Людей, которые умудрялись очень выгодно и очень хорошо совмещать как раз и бизнес-часть скейтбординга, и в то же время спортивную, или может быть там, я не знаю, стильную, или там достижение, лайфстайл. Это такие люди, как Джейми Томас. Та-дам! Вот. И Чад Маска. Джейми Томас и Чад Маска создали компанию «Сирка» в 1999 году. Произошло это после того, как до этого катавшийся за «С» Чад начал выпускать свои кроссовки там. Кроссовки стали очень популярными. В частности, он придумал такое решение, как специальный потайной кармашек, куда можно было класть всякое. Вот. И либо его на липучку, либо его на молнии закрывать. И посчитал, что этого достаточно, чтобы посчитать себя дизайнером и делать уже собственные кеды. Джейми тоже человек, который решил, что, а, я, пожалуй, соглашусь, давай сделаем что-то новое. И вот ребята, договорившись с производственной базой, начали делать собственный бренд. Назвали его «Сирка». Первые кеды этого бренда вышли в 1999 году. И имена создателей, их опыт, уже огромнейший опыт в скейт-индустрии, помог этому бренду очень быстро занять лидирующее положение. Если вы откроете любой сайт, американский, европейский, какие-то российские сайты про компанию «Сирка», везде обязательно будет достаточно так, с легким бахвальством написано, что создатели лучшей скейт-обуви, самый известный скейт-бренд, то, сё, пятое и десятое. Действительно, он очень известный. Я бы, конечно, поспорил, что он самый известный. Цифр не видел, да, сколько там «Вэнс» продали, сколько «Сирки», сколько условного «Найк СБ». Но бренд действительно, когда он вышел в 2000-х годах, это было настоящее такое событие. Несколько моментов перед тем, как мы перейдем непосредственно к моделям, которые тоже хочется рассказать про «Сирку». Первое, что очень удобно он попал в культуру «Эмо», и все «Эмо-бои», и все «Эмо-герлы», я думаю, мечтали не только о «Фоллинах», которые пришли чуть попозже, но о «Сирке». И модели «Сирка» тогда были среди этой субкультуры очень-очень популярны. Среди скейтеров тоже они отличались всегда. И более того, может быть, не многие заметили, но в таком культовом сериале, как «Брейкинг Бэт» пару сезонов, когда появлялась скейт-обувь на экране, это были ботинки «Сирка». Мне, кстати, тоже немножко похвастаюсь. В доме есть одна модель высоких «Сирка», которая была сделана специально для рэпера Делта-фанки «Хомосепиен». И молодой герой «Брейкинг Бэт» Джесси Пинкман, он в часть обуви, которая была, это была как раз «Сирка», и вот одна модель такая же, как у него. Вот такой вот небольшой продукт-плейсмент. Долго, кстати, я искал информацию про этот бренд, что он появился в этом сериале. Не так много про это пишут в интернетах. Но если вы поставите на паузу, если вы там разбираетесь в моделях «Сирка» того времени, вы многие модели прям реально узнаете. Несколько там можно даже поискать скриншотов найти, где логотип «Сирка» там появляется. Но сейчас не об этом, сейчас о тех моделях, которые «Сирка» решила переиздать, и которые есть в магазине «Сквот». Сразу скажу, моделей этих больше, чем то, что мы покажем здесь. Обязательно заходите на сайт, обязательно смотрите, какие там есть варианты. Там есть, например, одна просто модель 2000-х годов, которая очень мне внешне нравится. И, честно скажу, нравится, наверное, намного больше, чем то, что представлено здесь. Но все равно, те кроссовки, которые здесь есть, их нельзя оставлять в стороне. Начнем, наверное, с самой любимой моей модели из представленных здесь у «Сирки». Это модель 805, модель 2000-х годов, унаследовавшая в себя огромный просто вот этот вот язычок, который здесь есть. Тоже такую, с одной стороны, уже не совсем гомогенно-однородную структуру, как у «Скейт Кет» из 90-х годов. Уже чуть более серьезно здесь. Уже какие-то добавления. Даже по стельке, посмотрите. Стелька здесь у нас эгегей. Очень хорошо. Кстати, тоже такой момент. Надпись на практически всех моделях, которые здесь представлены, это «Лопес». Господин Лопес – человек, который начал кататься за «Сирку» с момента создания бренда и катается до сих пор. То есть человек больше 20 лет, получается, уже 25 лет в этом году, катается за один бренд. Это прикольно. Это можно только порадоваться. И это здорово. У него, кстати, есть свои несколько собственных моделей, которые так и называются. «Л50». Вот здесь их несколько вариантов у нас есть. Чем мне они понравились? Они понравились тем, что все они сделаны в достаточно разнообразной манере. Есть из замши. Есть у нас из гладкой кожи. Есть еще пара вариантов из искусственных материалов, из комбинированной кожи. В общем, такая простая модель, которая тоже для тех, кто ностальгирует уже не по 90-м годам, а по 2000-м будет уже более, наверное, интересно. Честно скажу, да, как вот оператор признался в предыдущих обзорах, что для него вот эти вот скейт-модели из 90-х являются, может быть, не самыми интересными. Так и мне. Вот эти уже набравшие супер большую популярность у людей, на мой взгляд, далеких от скейт-культуры в 2000-х годах модели сирка, тоже далеко не все кажутся интересными, далеко не все кажутся прикольными. Но все равно вот сейчас смотрю на них и вижу, что это тоже определенный артефакт эпохи, который возвращается. А учитывая то, что мода на 2000-е у нас тоже сейчас стремительным домкратом возвращается, нельзя не заметить и не отметить, что это может быть востребовано. Как всегда, хотелось бы от вас услышать, я теоретик в скейт-делах. Если вы катались в сирке, если вы катались в подобных моделях, интересно, что вы думаете об этих переизданиях и вообще на момент выхода, как действительно ли это была интересная, хорошая топовая обувь. Или же, как говорится, 150 миллионов тысяч человек, которые тогда их покупали, очень сильно ошибаются. Еще одна ретро-модель, которая появилась, модель под названием 206, 205, пардон. Здесь сразу видно, что это у нас более технологичная, более толстенькая, продвинутая. Здесь модель с защитой голеностопа. Тоже, кстати, элемент достаточно популярный и распространенный как в 90-х, так и в 2000-х годах. И позже практически исчезнувший из скейт-обуви, вулканизированной подошвы. Посмотрим, какая здесь у нас стелечка. Стелечка, стелечка. Да, здесь стелечка такая, ну, поспокойней. Все-таки модель не такая, видимо, продвинутая, как другие. Посмотрим еще тест стелек на других моделях. Модель AL50 в честь Adreno Lopes'а. Так, ну здесь стелечка вообще у нас приклеена. То есть здесь у нас получается больше в подошве. Амортизация идет. Другой вариант той же модели. И тоже та же самая ситуация с приклеенной стелькой. Еще одна модель под названием Buckler, которая, ну, мне показалась все-таки тоже очень на основе тех же самых моделей Lopes'а. Ну, если сбоку посмотреть, то практически незаметно отличий. Хотя здесь вот есть логотип отличающийся. И по стелькам... Ага, кстати, стелька здесь тоже немножко отличается. Стелька уже такая ближе к 805 модели. В общем, вот такая небольшая подборка сирка. Как я уже сказал, это далеко не все. Посмотрите еще модели, которые есть на сайте. Но ретро-кеды для агрессивного катания на скейте в 2000-м они были популярны. Сейчас возвращаются как часть стиля. Сейчас возвращаются как кеды, в которых тоже вам предлагается вновь покататься. Поэтому приходите в магазин, примеряйте их, покупайте. Благодарю вас за внимание и до новых встреч. Пока!